Пеларгония душистая. Листья пеларгонии разнообразны по окраске и форме, а их аромат невозможно не запомнить. На слабое прикосновение цветок отвечает нежнейшим запахом розы, яблока, корицы, мяты или лимона. Пеларгония душистая – изюминка любого цветника. Как ее сажать, а потом ухаживать за растением рассказано ниже. История о культуре и ее полезные свойства. Как дикорастущие растения пеларгония душистая была обнаружена в Африке на мысе Доброй Надежды. Европейскими селекционерами на ее основе было выведено множество видов отличающихся по форме листа и окраске цветов. Объединяющим свойством всех подвидов является аромат, который нельзя спутать ни с каким другим. Вырабатывают этот специфический запах железы в виде тончайших волосков на поверхности листа и стебля. Они выделяют фитонциды, которые способны убивать вредоносных микробов в воздухе. Пеларгония душистая и интересна. В народе пеларгонию называют мольным деревом, потому что вредная бабочка не переносит специфического запаха и никогда не появится там весь цветок. Хозяйки издавна используют это свойство, перекладывая его листьями хранящуюся одежду. Из пеларгонии получают эфирное масло, для чего ее выращивают на больших площадях. Еще в древности она считалась лекарственным растением. Ее аромат отпугивал насекомых паразитов, а отварами и настоями лечили людей. Ученые обнаружили в составе цветка большое количество биологически активных веществ, обладающих противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Характеристика растения Пеларгония – травянистые многолетние растения, иногда ее путают с геранью. Несмотря на похожесть, эти растения имеют разные генетические особенности, их невозможно скрестить. Цветки пеларгоний душистых не отличаются особенной декоративностью, они мелкие, обладают неяркой окраской, хотя выведенные крупноцветные представители вида. Бывают сорта, которые в условиях квартиры вообще не дают цветов, их заводят ради пахучих листьев. Пеларгония имеет разветвленный стволик, окраска листьев может быть однотонной или с вкраплениями красного, а иногда и весь лист бывает малинового цвета. По насыщенности окраски листья бывают и темно-зеленые, и бледные, слегка желтоватые. По форме они круглые с волнистым окремлением. Корневая система мощная, что характерна для засухоустойчивых растений. Пеларгония душистая соцветия пеларгонии душистой имеет форму типа зонтика, цветки пятилепестковые. Опыляются пеларгонии пчелами, в домашних условиях это приходится делать вручную. Этот способ имеет свои плюсы, если скрестить две разновидности, можно получить оригинальный, неизвестный ранее сорт. Эта манипуляция включает в себя следующие этапы. Сбор пыльцы отцовского растения. Первый день цветения удаление тычинок из цветков материнского растения. Опыление пистика материнского цветка во второй день цветения. Эта операция проводится при помощи кисточки. Повторение процедуры на следующий день. После этого на месте цветков должны образоваться плоды. Семена этого растения по виду напоминает кофейные зерна, только намного мельче. Плоды, семенные коробочки асимметричной формы коричневого цвета, которые при созревании раскрываются, а семена остаются висеть на тонких нитях. Их нужно успеть собрать до того, как осыплются. Пеларгония душистая описание сортов культуры. Большинство сортов душистых пеларгоний выведены на основе Pelergonium Grey Wallens. Пеларгония душистейший. Наиболее распространенные сортовые разновидности Pelergonia Chocola y Peppermint войлочная. Название доли пятна на листьях шоколадного цвета. Кустик имеет высоту не более 30 сантиметров. Побеги слегка поникшие цветки и бледно-разового с фиолетовым опушением. Листья бархатные на ощупь. По форме похоже на пяти пальчатый след лапы зверя. Куст пахнет мятой, головчатой пьей. Капитат у моторов Роузес. Высокий кустик с треугольными листьями, окаймленными волнистой бахромой. Цветочки сиренево-розового цвета. Курчавая пья Криспум Сисанберст обладает ярко выраженным лимонным ароматом. Ее листья мелкие, светло-зеленые, с гофрированной желтоватой каймой. Цветки розовые. Розовая пьей. Роденос Ред Флорит Рос отличается ажурными листьями и ярко-красными цветками. Устойчива к засухе. Грей Сприт Пеларгония пестролистая. Ценится за исключительную декоративность листьев. Пеларгония особенности посадки и ухода за Пеларгонией душистой. Это растение неприхотливо. Правила выращивания несложные и отзывается она на их соблюдение с благодарностью. Поместить Пеларгонию лучше у западного или восточного окна, а у южного, где прямые солнечные лучи долго освещают место, растение следует притенять. От недостатка света кустик теряет привлекательный вид, вытягивается, листва бледнеет. В качестве грунта предпочтительнее всего купить готовый субстрат для комнатных растений, но можно и приготовить, добавив к садовой земле песок. На дно горшка обязательно нужно поместить дренаж из керамзита, битого кирпича или щебня. Важно, если почво смесь готовилась самостоятельно, ее требуется прокалить в духовке. Идеальная температура 20 градусов. Зимой помещения с Пеларгонией проветривают, а летом лучше, если есть возможность, вынести цветок на свежий воздух. Температура ниже 10 градусов сгубительна для Пеларгонии. Уход состоит из поливов, подкормок, прищипывания и обрезки. Все Пеларгонии являются растениями засухоустойчивыми, поэтому избытка влаги не переносят. Поливать следует по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Посудина для высадки должна быть всего на 2 см шире, чем земляной ком, иначе в большой таре растение будет тратить силы на развитие корневой системы в ущерб зеленой массе. Обратите внимание, под этот цветок нельзя вносить органические удобрения. Подкармливать следует минеральными комплексами с азотом, калием и фосфором. Частота подкормок – 2 раза в месяц весной, летом и осенью. Зимой подкармливать не нужно, также не следует удобрять сразу после пересадки. Растение полезно поливать йодной водой. Это благотворно отразится на росте листьев и цветов. Одной капли настойки йода на 1 литр воды достаточно, чтобы получить раствор необходимой концентрации. Начинать формирование куста рекомендуется с самого начала роста. Оно заключается в прищипывании верхушек, чтобы образовывались новые боковые побеги. Эта процедура позволит получить аккуратный пышный кустик. Обрезку проводят в ноябре удаляя отмершие и засохшие ростки, отцветшие цветочки и пожелтевшие листья. Размножение. Пеларгонию легко размножить как с помощью семян, так и черенками. Семена пеларгонии побег срезают с верхней части куста, он должен иметь 4-5 листков. Укореняют в воде, в качестве стимулятора в нее можно добавить сок алоэ, дрожжи или мед. Когда укоренение завершено, высаживают в горшечки и размещают вдалеке от прямых солнечных лучей. Кроме своевременного полива никакого другого ухода не требуется. Многие культуры семенами размножить трудно, пеларгония душистая к ним не относится. Оптимальным для посева считается зимний период. В продаже обычно бывают семена с уже удаленными твердыми оболочками, их можно сразу усеять. Если семена собраны самостоятельно, удаление оболочки придется проводить самостоятельно. Для этого каждая семечка трут на наждачную бумагу, пока твердый слой не уберется. Процесс получения саженцев из семян состоит из следующих этапов. Подготовка грунта из торфа, дерновой земли и песка. Обработка семян. Эпиномы замачивания на 3 часа. В воде семечки высеивают с промежутками 5 см. Присыпают слоем грунта не больше 0,5 см. Накрывают емкостью пленкой. Сеянцы начнут всходить через 2 недели после посева. Когда на них образуются настоящие листики, начинают пикировать. Важно, не стоит запаздывать с пикировкой, иначе корни саженцев переплетутся и их будет трудно разделить. Основные болезни и вредители. Пеларгония подвержена таким заболеваниям, как черная ножка и серая гниль. От первого недуга избавиться невозможно. Профилактика является внимательный осмотр при покупке саженца. Серая гниль проявляется в виде налета на листьях, и в случае его обнаружения нужно немедленно прекратить полив, удалить пораженные фрагменты и обработать куст раствором фунгицида. Из вредителей поражают тля и белокрылка, которые селятся на внутренней стороне листьев. Для избавления кустик моют мыльным раствором и опрыскивают инсектицидом. Разводить пеларгонию совсем несложно, а результатом будет приятная ароматная по своему атмосферу и уют в доме.